Здравствуйте! В эфире телеканал Айтон ТВ, программа «Тема дня». В студии я ведущий Александр Гурарье. Министр иностранный, простите, посол государства Украины в Израиле, господин Корничук, несколько месяцев назад при помощи адвокатского офиса адвоката Варши подал в Верховный суд Израиля «Богат иск против министра внутренних дел Израиля, которая якобы нарушает закон и не пропускает беженцев беспрепятственно в Израиль». И вот вчера было решение суда. Суд рассмотрел этот вопрос. Что же решил суд и какое влияние это окажет на политику Министерства внутренних дел? Поможет нам разобраться известный израильский адвокат Григорий Курзинер. Григорий, здравствуйте! Добрый день! Григорий, ну вот есть решение суда. То есть суд решил, что да, поскольку есть безвизовый режим, то государство не может ставить никакие ограничения. Так ли это? Что гласит этот приговор? Я хочу к тому, что вы сказали, добавить следующее. Верховный суд «Богатство» – это высший суд справедливости поставил следующее. Запрещено Министерству внутренних дел и министру, в частности, читать закон так, как они его хотят читать. Есть закон, который написан для всех одинаково, и он должен звучать одинаково. Речь идет о законе о безвизовом въезде для стран, таких как Россия, Украина и следующие страны, которые попали в этот список. Отсюда не может министр внутренних дел добавлять какие-то изменения к этому закону или вносить ограничения, как было сделано вводить квоты для въезда определенных граждан или определенной группы граждан той же Украины, как они ее сделали. Они написали так, что в связи с военным положением в Украине мы ограничиваем въезд для украинских беженцев до 5000 человек, и все, кто будет, должны заполнить электронную версию визы. Ну, это вообще, это называется нарушение закона. То, что было сделано, это вернули закон в свое русло, которое было установлено, значит, к Нессетам, и теперь закон действует, как он должен действовать. Хорошо, а к чему это приведет? Мы знаем с вами и не один раз обсуждали, в том числе в нашем эфире, о том, что безвизовый режим, который действует со странами, с такими как Украина, Россия, еще некоторыми, он совершенно не гарантирует человеку попадание в страну беспрепятственно. Мы знаем многочисленные истории, когда люди прилетали в аэропорт Бен-Гуриона, и там на паспортом контроле их разворачивали, что-то не понравилось пограничнику, что-то не понравилось сотруднику Министерства внутренних дел, их держали определенное время, так сказать, в те грядники, условно говоря, и отправляли обратно. Не произойдет ли то же самое с визитерами из Украины? Есть решение суда, но там же подчеркивается все равно, что Министерство внутренних дел, то есть государство имеет право принимать решение на месте. Дело в том, что давайте не забывать, что ответственные лица, которые контролируют въезд туристов и граждан по безвизовому обмену, а у них есть право критически относиться к тем документам, которые им предъявляют для свидетельствования. Они проверяют, у них есть там свои задачи, которые они пытаются выполнить, работая на этом посту. Есть там категории граждан, которые могут выезжать с определенными ограничениями. Это лица, у которых были когда-то какие-то проступки на территории Израиля. Все это проверяется, и когда убеждается, что лица заезжают сюда совершенно на законных основаниях, что то, что были какие-то подозрения, не подтверждается, просто пропускают. Но если обнаружится, что человек когда-то пересекал границы государства Израиля по поддельным документам, по чужим документам или подобное, то, разумеется, ему будет отказано во въезде, и это очень справедливо. Должно быть у Министерства внутренних дел или у служащих министерства, которые работают в аэропорту, должно быть право ограничивать то, что мы и оставили. И мы сказали другое, что вы не можете устанавливать квоты, вы не можете устанавливать новые документы, которые нужно заполнять даже в электронном виде. Вот и все. На сегодняшний день есть свободный въезд в Израиль без визовы, но есть ограничения для тех лиц, которые когда-либо нарушали закон. Ничего другого быть просто не может. Сегодня нет квот, сегодня нет никаких электронных вопросников, которые нужно заполнять и так далее. Григорий, безвизовый режим, мы это с вами знаем, он не совсем безвизовый. Он предусматривает, что визу ставят, то есть разрешение на въезд, ставят непосредственно на пограничном контроле. То есть это не совсем безвизовый режим, это просто... Нет, нет, это безвизовый, я вас поправлю. Я вам приведу такой пример. Я когда неделю назад выезжал в Азербайджан, в Баку, то у меня тоже не было визы, там не безвизовый, там есть виза, но ты заполняешь электронный бланк, нажимаешь, что это правда, что ты заявил, они секунду компьютер проверяют и говорят, окей, ты можешь ехать. Вот это была виза, и мне поставили визу на право на въезд в Азербайджан. У нас нет этого, нет сегодня бланков, которые нужно заполнять. Ты показал паспорт, если у тебя все в порядке с документами, ты пересекаешь границу. Есть лишь ограничение одно, срок пребывания в въезду три месяца. Через три месяца обязан человек либо обратиться в Министерство внутренних дел за продлением срока пребывания, обоснованного, допустим, на территории Израиля, либо покинуть ее. Это во всех странах, где существует безвизовый режим, это международное соглашение, ратифицированное государственное, в котором есть безвизовое посещение, и отсюда это ограничение единственное, которое существует, это три месяца пребывания бесконтрольного. Григорий, безвизовый режим, это распространяется на кого? Это распространяется на туристов, ведь люди, которые приезжают с Украины сейчас, это, по сути, беженцы, они не являются туристами, на них тоже распространяется также безвизовый режим. Поэтому им облегчили въезд в Израиль. Чем облегчили? Их принимают безвизово, и если военные действия продлятся далее, более чем три месяца, у них будет право получить разрешение на работу. Именно так, как говорено в законе, именно такая привилегия у них имеется. В других случаях разрешение на работу не выдается, так как человек пересек границу в качестве туриста. Григорий, скажите, а вот мы только что говорили о том, что у Министерства внутренних дел остается прерогатива принимать решения на месте. Не начнется ли массовая высылка вот этих самых туристов, беженцев по надуманным формальным предлогам? То есть да, типа вы победили, вы победили в суде, но у нас-то права остались, и мы начнем делать то, что мы хотим делать, и то, что мы любим делать. Ваш вопрос у меня вызвал улыбку, я вам объясню, почему. Потому что вы мне напоминаете человека с той ментальностью, в силу того, что... А не начнется? Нет, не начнется. Дело в том, что есть конкретное предписание, для выполнения которого эти служащие обязаны выполнять, предписание так, как оно должно быть. То есть безвизовый режим, безвизовый въезд. Если человек почувствовал, что его права нарушены, конечно, он может в одиночном порядке обратиться в суд, в тот же богатство о том, что его права были нарушены, и для восстановления своих прав. Разумеется, его никто не может ограничить в этом. Отсюда мы живем в правовом государстве. Еще раз это доказал этот богатство, который мы с вами обсуждаем. И я не только убежден. Я 100% уверен, что все будет хорошо. Те, кто въедут, как полагается, не въедут. И у них не будет никаких ограничений, никаких, так сказать, проблем с въездом. Приятно иметь дело с адвокатом-оптимистом. Но, тем не менее, если у человека возникнет такая проблема на пограничном контроле, каковы его действия? Его могут объяснить процедуру юридическую. То есть вот его остановили, человека, семью, несколько человек, и говорят, что мы не можем разрешить вам въезд в Израиль, потому что нам показалось, что у вас документы не соответствуют, или потому что нам показалось, что вы не настоящий беженец, или еще тысячи причин, о которых, опять-таки, я повторюсь, мы неоднократно говорили в нашем эфире. Каковы действия? Давайте напомним, что должен делать человек, каковы его права, и сколько времени у него есть на то, чтобы оспорить вот это решение. Значит, как правило, человеку должны объяснить и обязательно, обязательно должны написать основания, по которым, простите, ему отказано во въезде. То есть ему должны объяснить, что у него не так, что является причиной отказа. Ему должны объяснить его право на обжалование этого решения, и кому можно апеллировать. Иногда можно обратиться высшестоящему начальнику, высшестоящий орган у нас – это суд, и если начальник подтвердит свой отказ, отказ должен быть вписанной лиге, нужно взять адвоката и обратиться в богатство. Вот и все. Сколько времени есть у человека до его депортации из аэропорта Бен-Гуриона? Здесь могут быть по-разному складываться условия. Либо человека депортируют в ближайшие часы, либо он будет думать или раскачиваться и так далее и тому подобное, либо он обратится в богатство и, может быть, даже вложит какие-то гарантии того, что он поступит так, как ему будет предписано. И это может быть очень быстрейшим. В богатство быстро не обратишься. А есть какое-то ограничение? То есть минимальное количество времени, которое человеку дается на оспаривание этого решения. То есть пока он сидит там в этом самой… Опять я употребляю это некрасивое слово в тигрятнике. Пока он там сидит, его могут депортировать формально в течение получаса или для этого там 24 часа, 48 часов. Он может попросить, чтобы ему дали отсрочку, но депортацию ему дадут. Вопрос, где он будет находиться в это время? Да. Вопрос, где он будет находиться? Есть несколько вариантов. Либо его родственники и друзья могут его забрать к себе, при этом вложив определенные гарантии, либо он останется в этих местах содержания людей, которые, так сказать, подлежат депортации как бы. Хотя там тоже можно… То есть есть возможность внести денежную гарантию? В этом случае человек не депортирует какое-то время? Там на месте есть специальный суд, специальный судья дежурный, который либо он решит эту проблему, если нет, то можно идти в Агатс. И Агатс решает там на месте. Это не обязательно ехать в Иерусалим и решать там этот вопрос. Там есть судья, который решает эти вопросы, когда они справедливо пытаются человек и депортируют. Это касается туристов. Григорий, спасибо вам большое. И ни одной стороны крови. Спасибо вам большое. Я надеюсь, что мои опасения были напрасны. Вы как бы посетовали на то, что я… Развеяли. Да, что вы их развеяли. Но я, понимаете, я почти 30 лет живу в Израиле. И, к сожалению, я не столь оптимистичен, как вы. Хотя вам, конечно, как адвокату виднее. Спасибо. Спасибо еще раз. Спасибо вам. А я напоминаю, что мы беседовали с известным израильским адвокатом Григорием Курзинером. Наша программа подошла к концу. Всего доброго. До свидания. Продолжение следует...